Благодарим ребятам, что была такая сегодня тяжелая борьба. Нашли все силы на выезде. Для нас эта двухчасовая игра была без раскатки. В целом, рад, что так получилось. Сыграли на ноль. Майк молодец, сыграл на ноль в очередной раз. Готовились к очень серьезной игре. На мой взгляд, она получилась. Спасибо. Анатолий Анатольевич, вам спасибо. Гонбасс, победу поздравляю. Готовились, толкались, старались. Мастерство соперника гораздо выше. Что-то сказалось между данным матчем. Они свои моменты использовали, но, к сожалению. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы. Андрей Викторович, без раскатки. В смысле, вы непосредственно к игре приехали, но перед матчем. Не к игре, перед матчем. Но днем, да, в смысле? Да, жили по Донбассу, по украинскому времени. То есть мы проспали сегодня раскатку специально. Ага. Тричина разница. Ну, это обычная практика у вас. Ну, обычная, но тяжело. Получается, по-нашему, это в два часа игра. То есть немножко. Спасибо. Анатолий Анатольевич, вот, ну, игра началась так, что тот гол, вопрос там, было умышленное или неумышленное движение коньком автомобилист мог ее повести со счетом 1-0. Он во многом стал определяющим или нет, учитывая, что это было там на третью минуту? Ну, как можно говорить, встал или не встал, уже это время прошло. Если не надо было ударяться, там, с собой понимать, вышка тогда будет, да? Спасибо. Пожалуйста. Андрей, после домашнего матча вы говорили, что в какой-то определенный момент вам пришлось немного поменять тактику, чтобы справиться с соперником. А сегодня вы придерживались первого варианта или второго, или сегодня было отдельное тактику? Сегодня совершенно другой хоккей был, обе команды были отдохнувши, мы играли в гостях. Мы знали, что команда будет агрессивно пытаться сыграть. Еще раз повторюсь, были моменты и у нас, и у команды противника. Майк сыграл на ноль, сегодня молодец, выручил нас, а ребята забыли. Спасибо.